Сигналы о том, что коммерческие банки якобы начали агрессивную политику против крестьян, пострадавших в результате ответных санкций России, не подтвердились. Об этом после встречи с банкирами и представителями Министерства земледелия заявила глава правительства. Впрочем, эксперты не отрицают, экономическая среда в Латвии уже поменялась. Сигнал о том, что банки не идут навстречу крестьянам в вопросе от срочки платежей по кредитам, озвучил министр земледелия Янис Дукловс на заседании правительства во вторник. По словам премьера Лаймдады Страуэми, она созвонилась с министром. Оказалось, действительно, было 10 подобных жалоб, но они никак не связаны с эмбарго со стороны России. Сегодня на встрече с банкирами глава латвийского правительства призвала их проявить понимание, если крестьяне или другие предприниматели действительно начнут испытывать трудности с оплатой кредитов и задействий России. Банки обещали, что они будут идти навстречу, если такие случаи появятся. Но как прогнозирует банк, это может быть где-то в начале ноября, когда предприниматели могут почувствовать следствие санкций. Банкиры заверили, они готовы к любому сценарию, хотя пока санкции со стороны России на оплату кредитов в Латвии никак не влияют. Среда поменялась и, конечно, будут любые риски. Банки смотреть иначе. Поэтому то, что мы говорим, что нам очень активно вместе с клиентами надо считать, смотреть на новые рынки, смотреть, как мы войдем в их, понимать, что лучше не будет. Это точно, ясно. И это будет связано с Европой. Европа тоже быстрее не пойдет. Это означает, что для нас достаточно твердо надо это осознать, смотреть в зеркало над такими, какими есть. И очень тяжело работать и вместе работать, а не ругаться. Это самое главное. Сегодняшняя ситуация с возможными санкциями и низким ростом европейской целой экономики и, соответственно, значительно выросшими рисками на российском рынке меняет отношения предпринимателей насчет новых инвестиций. Они думают, что стоит и сегодня инвестировать, может, надо немножко подождать. И, в принципе, нехватка инвестиций – это один из основных среднесрочных проблем латвийской экономики. Напомню, в августе Кремль ввел эмбарго на продукты питания из Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России.